Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня... Ну да, конечно, я тороплюсь, но просто я не могу не поделиться с вами просто офигенскими образами к 14 февраля. Да, в принципе, на любой праздник это всё подойдёт. Почему я это делаю сейчас? Потому что в том магазине, где приобретала я платье, просто офигенские платья в пол, вы сейчас всё увидите, я вам покажу, там будет распродажа скоро или уже идёт. И у вас должно быть время, чтобы заказать себе что-то к 14 февраля, чтобы не было так, что вы заказали впритык совершенно, и обломчик. Так что я делаю вам обзорчик заранее, и к 14 февраля я ещё много чего придумаю, но вот эти платья вы должны увидеть сейчас, заценить их, сказать, какое вам больше нравится, какое сидит лучше всего на мне. Ну и поехали! Итак, первый образ. Мне кажется, это шикарное платье. Во-первых, это цвет, это цвет весны, это уже, я не знаю, это уже... Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что такой цвет подходит всем. Он просто освежает лицо. Я решила под это платье подобрать свои серёжки. Посмотрите, они сюда вообще идеально. Серёжки и бижутерию, потому что само платье, оно красивое, такое яркое, плюс красная помада, и тогда, получается, лучше минимализировать вот здесь украшения. Естественно, тени, у меня ещё и блёстки, да? Я вам покажу, как я их делала в ближайших видео, потому что уже спрашивали, как я на Новый год делала блёстки. И, ну и, соответственно, платье. Мне очень нравится то, что здесь идёт под грудь. То есть оно сразу, посмотрите, да, у меня фигура ещё не совсем 100% восстановилась после родов. И я не могу себе позволить каждое платье, которое я хочу. Но это платье просто идеально. Я становлюсь сразу стройняшкой, да? Очень обыгрывает поясочек. Сзади, смотрите. Шик! Сына, тебе нравится? Чё кричишь? И просто вот оно идёт в пол. Ещё самое, что важное, в длинных платьях я всё боялась, что они будут немножко подстрелы. Сейчас все платья, которые я заказывала, они все были коротковатые. То есть их под такую тонкую подошву только носить. Ну, извините, платье в пол нужно носить под каблук. И вот это платье, оно вот, ну, сейчас оно по полу у меня терепается, потому что я без каблуков. Это я показала вам на носочках и не на носочках. То есть, понимаете, да? Ещё каблук, ещё платформу, и отлично будет. То есть можно себе позволить. Вот это самая важная фишка. Плюс пошито очень хорошо, качество. Ну и самое главное для меня, так как я такая вся, понимаете, это цена. И я ценю цену и качество. Ценю цену. Вот, поэтому это классно, это плюс. Итак, следующий образ. Поехали. Итак, следующий образ. Под этот образ я решила подобрать вот такие длинные серёжки. Так как горлышко здесь достаточно высокое, и, в принципе, мне не хочется что-то одевать на шею. Я решила это всё за счёт серёжек как бы украсить. Ну, макияж немножечко другой сделала. Такой вот. Всё на скорую руку, конечно, не обращайте внимания. Ну, сдалека для селфи пойдёт. Ну, естественно, если вы будете собираться на 14 февраля, вы всё сделаете чики-пуки. Сейчас это не 14 февраля. Поэтому, поэтому вот так. Вот. Ну, в принципе, вот такое вот платьюшко. Всё мне нравится, что здесь вот за счёт вот этой оборочки, видите, все недостатки скрыты. Здесь я даже без нижнего белья, потому что здесь встроенные такие штучки, которые как раз-таки держат. И это тоже очень хорошо. За счёт этого здесь не видно лифчика у нас, никаких брютерчиков. Вот сзади. И тоже это в пол. Хорошая тоже длина под каблучок. Отлично будет. И я считаю, что именно это платье, оно на сайте очень сильно привлекло мое внимание. И я рада, что ожидания мои оправдались. Оно реально стильное. В этом платье, если вы пойдёте в ресторан со своим любимым, то просто вы будете леди шик-шик. Шеби-шик. Реально, будете леди, просто леди-леди. Потому что, ну, всё сдержано. И при этом подчёркивает фигуру. И при этом, вы же знаете, гружево это всегда секси. Яркая помада, затемнённые глаза. Прически можно разные делать. Просто у меня сейчас нет времени, чтобы делать прически ещё разные, да. Но под распущенные волосы, под все просто идеальные тоже, да. То есть можно не заморачиваться, вытянуть волосы и помыть. Главное, голова должна быть чистой, девочки. Это главное. Итак, третий образ и третье платье для вас. Итак, вот вам третий образ. Это вообще женщина вам. Итак, платьица. Итак, этот образ, я думаю, что для женщин, которые хотят пойти со своим любимым молодым человеком в ресторан, или, может быть, куда в театр, или вообще неважно куда, просто навстречу, и показать ему, что молодой человек со мной, шутки, плохи. Я тебя в два раза. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. А вообще нормальная девчонка, веселая. Главное, правильно себя вести. В общем, мне этот образ очень нравится. Я решила подобрать под него вот такие вот сережки. Потому что они тоже сверкают, мерцают. Я решила подобрать под нее вот такую вот помаду. Здесь, на самом деле, не спрашивайте, что за помада. Это микс. Это бордовый из фикс прайса. Это из палетки черный. И из палетки фиолетовый. В общем, я все намутила, и вот получила то, что я хотела. Платье мне это нравится тем, что я вообще люблю такие платья, что не нужно вот сюда на шею ничего вешать. И оно все обыграется за счет пайеток, за счет вот этой высоты. Можно надеть просто такие яркие сережки, и, соответственно, губы, там, глаза, и все сделать, да. И тратиться не нужно на вот сюда вот. Это же тоже, извините, деньги еще надо подобрать, чтобы подходило, чтобы было не громоздко. В общем, палетки все делают. Здесь тоже можно носить без лифа, потому что здесь встроенные чашечки. Вот отсюда идет у нас такой здесь как бы поясочек. Но он такой неяркий, неявный. И отсюда идет у нас вот такой клеш. Что мне нравится в этом платье, оно вообще супер-мега в пол. И оно идет с такими вот пайеточками. Я не знаю, как вам показать. Ой, я вам вот так покажу. Оно внизу идет вот так. Вот такое прозрачное и клетчатое. Это прозрачное и клетчатое. Клетчатое. Какое клетчатое? Это не клетчатое, а в плане брюша. Вот. И оно идет к низу, и оно такое, получается, немножко расклешенное, потому что это клинья такие, клешки такие. Вот. Ну, в принципе, вот и образ готов. Третий. Я очень хочу узнать у вас, что вам понравилось больше всего. Какой образ, как вы считаете, мне подходит больше всего. Ну, или вообще, какие ассоциации, например, у вас вызывают первый образ, второй и третий. Мне интересно. Если вам понравились эти платья, а я уверена, что они вам понравились, я внизу оставлю ссылку на магазин, где их можно заказать. Девочки, не поверите. Там огромнейший выбор всех этих платьев. И там просто офигенская цена. Вот цена-качество на уровне, на самом высшем уровне. Поэтому, если вы к 14 февраля еще не подготовились, то пройдите. Алло. Да, Кисть. Так что, если вы еще не подготовились к 14 февраля, или, может быть, вы даже не знали, что еще, но теперь вы знаете, что вы хотите на 14 февраля, пройдите, посмотрите. Там длинные платья, короткие платья с пайетками. В общем, цвета самые разнообразные, модели самые разнообразные и офигенские цены. А, ну и поделитесь со своими ассоциациями, какие вас развивают, какой образ. Ну, для меня, как я и говорила, да, женщина вам. Вторая, это была страсть. Просто женщина-страсть. Если хотите, чтобы вообще мужчина упал просто перед вашими ногами, и отдал вам душу свою, и сердце, и сказал, «Мать, держи, бей, бьется в твоих руках, не жалко ничего для тебя». Это в красном вообще просто. И это вообще сама серьезность, это сама строгость, утонченность. Я не знаю, мне кажется, это каждый подойдет. Я бы каждую свою подругу хотела бы в таком образе вообще увидеть, сделать фотосессию на память долгую. Не каждый оденешь такие платьишки, да, оденешь. Хотя, не знаю. В общем-то, и... А первая у меня ассоциация, первый образ ассоциации, знаете, из фильмов. Если сделать еще такую прическу, такую вот какую-то здесь на верте, и тут распущенные длинные сережки. Я, кстати, это сделаю, когда буду показывать вам блестки, как красить, вы увидите там этот образ с этим платьем. Я сделаю под это платье образ. Вот. И у меня вот из таких, знаете, вот какой-то рим, и вот эти вот барышни, женщины такие там были в таких красивых платьях, с такими суперприческами и супердорогими украшениями. В общем, вот такое что-то. В общем, вообще, все свои мысли, пожалуйста, пишите в комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, потому что впереди я готовлю... Ой, мамочки, сколько интересного! Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока! Всех с наступающим 14 февраля, хоть оно и не скоро. Любви вам, мои хорошие! Субтитры сделал DimaTorzok